приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы как вы помните я недавно готовил пшеничную водку то есть водку непосредственно из пшеничного сонота и теперь хочу продегустировать рассказать вам что у меня получилось ну собственно говоря если вы смотрели видео про рецепт пшеничной водки то вы помните что делал я ее методом дистилляции то есть я не делал двойной дробной перегонки а просто сразу же брагу перегонял ну как бы очень медленно по капельной перегонкой на готовый напиток получился у меня вот такой вот напиток идеально просто кристально чистый но на мой взгляд он идеален и сейчас вам расскажу о его вкусовых качествах я говорил что именно процесс дистилляции для зерновых и фруктовых браг то есть не процесс рептификации и не против не процесс дробной перегонки а именно процесс дистилляции с по капельным отбором голов пищевой фракции хвостом я больше всего люблю использовать потому что сохраняется органолептика напитка то есть как сохраняются вкусовые и ароматные качества ну и вот первую очередь то запах на запах она похожа кстати забыл сказать спиртуозность здесь 45 градусов на запах она похожа на виски ну я думаю зир любая зерновая брага бурбон из кукурузы виски непосредственно из ячменя и брага и водка из пшеничного солода они примерно одинаковую органолептику нужно иметь и если бы я сделал бы спирт то есть использовал бы ректификационную колонну получил бы чистый спирт или близких чистому а потом бы развел бы его водой то это было бы но обычная пшеничная водка сейчас она имеет очень интересный и такой достаточно яркий запах но мне очень нравится сейчас попробуем на вкус я приготовлю себе закуску возьмем перчик фаршированный сыр очкам ну и по вкусу не похоже на виски закушу расскажу по вкусу друзья похоже на водку с легким послевкусием именно пшеничного хлебушка вы не поверите вот я выпил а как бы по запаху похоже на вискарь или на бурбон а по вкусу водка водкой совершенно чистая совершенно без всяких ненужных привкусов то есть никакого привкуса самогона нету и послевкусие вот как после пшеничного хлеба такое впечатление что пожевал мякиш пшеничного хлеба удивительно первый раз сделал такую штуку кстати хочу анонсировать ближайшее время я сниму видео о том как делать брагу осахаривать различные злаки я возьму кукурузные хлопья овсяные хлопья вернее возьму молотую пшеницу и возьму примеру молотую кукурузу и все это вместе а сахарю с помощью ферментов естественно покажу вам но вернемся к водке замечательный напиток получился я очень доволен завтра будут буду дегустировать его с друзьями в более серьезных масштабах друзья ну и собственно говоря считаю что рецепт полностью удался и желаю вам чтобы у вас тоже пшеничная водка полностью получилось если вы не хотите заморачиваться с приготовлением солода и такого рода осахаривание скоро будет видео о том как просто с помощью альфа амилазы и бета амилазы осахарить совершенно любой злак также можно осахаривать картошку рис все что угодно на этом я буду видео о дегустации заканчивать друзья надеюсь оно было для вас интересным и полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всего доброго пока